22 июня в России день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Мы решили рассказать вам об уникальном издании «Красная Татария», о том, как была организована работа библиотеки Казанского Федерального Университета в годы войны, а также вспомнить 9 мая, день Великой Победы. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, гирванские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 9 мая мы отмечаем 76 лет со дня Победы Красной Армии и Советского народа в Великой Отечественной войне. Мы вводили рукописи редких книг в научной библиотеке имени Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета. Чтобы по-настоящему прикоснуться к истории, мы вместе с вами откроем газету «Красная Татария» за 9 мая 1945 года. Менялись названия, но газета сохранилась и до наших дней. Правда, под другим названием. В современном виде «Красная Татария» выходит как общественно-политическая газета «Республика Татарстан» пять раз в неделю. Первый же номер газеты вышел под названием «Рабочий» 13 апреля 1917 года. После Октябрьской революции получил название «Знамя революции» и затем неоднократно менял свое название. «Знамя труда», «Известия Тацика», «Красная Татария». В 1951 году стал называться «Советская Татария». В 1967 году газета была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. В середине 1970-х годов тираж газеты достигал 175 тысяч экземпляров. В начале 90-х годов получила современное название. Вот прямо сейчас перед нами два пошива газеты «Красная Татария». «Красная Татария» выходила в нашем городе, день за днем освещала события, вершившиеся как на фронтах Второй мировой войны, так и в нашей стране, в республике, в Казани, а подчас и в Казанском университете. Вот перед нами два пошива за 1945 год. Один из них на русском языке. Мы с вами открываем, и здесь сразу же первый номер за 1 января 1945 года. Нас поздравляют с Новым годом, товарищи, вперед к полной победе. Здесь тоже нас поздравляют, но уже на татарском языке. Мы с вами открываем, тоже начинается с 1 января 1945 года. Но интерес представляет для нас выпуск за 9 мая 1945 года. Мы с вами открываем, перелистываем. И вот мы с вами открыли пошив газеты «Красная Татария», которая выходила на русском языке. Среда, номер 90, выпуск номер 90. Среда, 9 мая 1945 года. Да здравствует наша победа! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Сегодня день победы, торжества нашего правого дела. Крупно портрет Иосифа Сталина. Слава Красной Армии, победительницы. В военные годы штат библиотеки уменьшился более чем вдвое. Изначально было 112 сотрудников. К концу 1943 года осталось 45. В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, сотрудников библиотеки Казанского университета были мобилизированы в Красную Армию. В наше время трудно представить, в каких тяжелых условиях тогда работали сотрудники библиотеки. А в основном это были женщины. Зимой температура в помещениях библиотеки доходила до минус 12 градусов. Дров не хватало или их не было совсем. Чрезмерный холод был тогда настолько обычным явлением, что когда в 1942 году была температура 8-12 градусов, она была названа в отчете библиотеки «нормальной». Осложняло положение темнота в помещениях. Не хватало электролампочек, использовали свечи. Совсем необычной для библиотеки была помощь раненым бойцам и командирам Красной Армии, которые находились на лечении в казанских госпиталях. Например, выдача книг через межбиблиотечный абонемент. В 1941 году библиотека помогала и обслуживала 14 госпиталей. В 1943 уже 34. Кроме того, библиотека обслуживала другие эвакуированные учреждения и промышленные предприятия, медицинские заведения, людей разных профессий, оказавшихся во время войны в Казани. В военную годину библиотекарей Казанского университета по мере своих сил и возможностей вместе со своей страной приближали День Победы. Он отстал 9 мая 1945 года. Более подробно познакомиться с газетой «Красная Татария» можно на официальном сайте Казанского федерального университета, а также на официальных страницах научной библиотеки имени Николая Лобачевского в социальных сетях. Как говорил русский писатель Александр Герцен, публичная библиотека – это открытый стол, за который приглашен каждый. Так что до новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Радмир Софиулин, Универ Ньюс.